Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Чтобы устройство можно было найти, оно должно быть включено. Оно должно быть связано с аккаунтом Google. Оно должно быть подключено к интернету. На нём должна быть включена функция передачи геоданных или определения местоположения. Так, найти ваше устройство можно одним из трёх способов. 1. С помощью инструмента Google Найти устройство. Чтобы запустить его, войдите из любого браузера в ваш Google аккаунт. 2. Введите в поиске Google «Где мой телефон» или перейдите по одной из ссылок «google.com.android.find» или «android.com.find» я их оставлю в описании. В результате поиска автоматически загрузится окно «Найти устройство». Скорее всего, Google попросит вас снова войти в систему, чтобы найти свой телефон. Поэтому перейдите в окно входа в систему. Откроется страница, на которой сразу начнётся отслеживание вашего устройства. Инструмент предоставит время последнего подключения телефона к интернету и его местоположения на карте. Это даст вам полное представление о том, где он находится. В этом инструменте также есть ряд дополнительных опций, таких как «Прозвонить», «Блокировать» и «Очистить». Первое имеет смысл, если вам просто нужно найти свой телефон дома. При её включении он будет воспроизводить мелодию с полной громкостью в течение нескольких минут. Еще две функции важны для случаев, когда ваш телефон действительно украли или он был утерян. Для безопасности ваших данных вы можете нажать кнопку «Блокировать», чтобы быстро включить пароль блокировки экрана, если у вас раньше его не было. Как только вы введёте пароль, вы также можете отправить сообщение на экран устройства, что-то вроде «Спасибо, что нашли мой телефон, пожалуйста, перезвоните по номеру ниже». Затем введите номер, по которому можно будет с вами связаться. Ваше устройство будет заблокировано паролем, который вы ввели. А сообщение будет отображаться большими буквами в верхней части экрана с большой кнопкой «Позвонить владельцу» чуть ниже. Если кто-то найдёт ваш телефон, он может связаться с вами по указанному номеру. Если же нет никакой надежды найти ваше устройство, вы можете воспользоваться функцией «Очистить». В результате чего телефон перезапустится и сотрёт все ваши личные данные – изображение, музыку и все другие сохранённые файлы. 2. С помощью функции «Поиск телефона» вашего Google аккаунта. Для этого перейдите с помощью любого браузера на страницу Google.com. Нажмите кнопку «Приложение Google» и выберите «Мой аккаунт». 3. В меню «Безопасности вход» в блоке «Поиск телефона» нажмите кнопку «Приступить». 4. Если вход в аккаунт Google не осуществлён, войдите в него. Откроется список синхронизированных с вашим аккаунтом устройств. Выберите то, которое необходимо найти. 5. Снова введите пароль вашего аккаунта и откроется меню определения местоположения вашего устройства. 6. Если вы не можете найти телефон у себя дома, нажмите «Позвонить» и он начнёт звонить с полной громкостью, даже если на нём включен бесшумный режим. Нажмите «Найти» и вас перебросит к инструменту «Найти устройство», которое мы уже детально рассмотрели. 7. Просмотрите недавнее событие, связанное с безопасностью аккаунта, если вы думаете, что телефон могли украсть. 8. Проверьте, есть ли что-нибудь подозрительное в списке недавних событий, связанных с безопасностью аккаунта. Отсюда можно изменить пароль вашего Google аккаунта или предотвратить его взлом. 9. Заблокируйте телефон и введите сообщение для экрана блокировки, а также укажите номер телефона для связи с вами. 10. Вы также можете позвонить на ваше устройство с помощью Hangouts. 11. Чтобы никто не получил доступ к вашему аккаунту Google, выйдите из него на утерянном телефоне. После этого вы по-прежнему сможете позвонить на утерянное устройство, определить его местоположение, заблокировать телефон или стереть с него данные. 12. В случае, если возврат утерянного телефона уже невозможен, удалите все данные из него. 13. Третий способ. С помощью приложения Find My Device. Если у вас на данный момент нет компьютера под рукой и есть другой телефон или планшет с Android, то можно также найти ваше утерянное устройство с его помощью. Для этого потребуется установить из Play Market официальное приложение от Google с названием Find My Device. Ссылку на него я оставляю в описании. 14. Установите приложение и запустите его. 15. Зайдите в гостевом режиме и введите учетные данные. 15. В результате откроется окно поиска устройства, которое очень похоже на уже описанный мною инструмент Google «Найти устройство». Это карта с местом нахождения вашего устройства, название сети, в которой оно находится и время последнего нахождения в сети, а также функции, позволяющие позвонить на ваше утерянное устройство, блокировать его или очистить. На этом всё. Не теряйте ваше Android-устройство, а в случае кражи знайте, как их найти или защитить хранимые на них данные. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр, всем пока.